Сегодняшняя рабочая смена для сотрудников Гродненской табачной фабрики «Неман» прошла не совсем обычно. У них появилась возможность задать волнующие вопросы напрямую представителям исполнительной власти города и ректору Гродненского Купаловского вуза Андрею Королю, который посетил предприятие в статусе доверенного лица кандидата в президенты Беларуси Александра Лукашенко. Предмет выступления моего, предмет беседы – это выборная кампания. 11 октября 2015 года произойдет очень важное общественно-политическое событие в жизни нашей страны. С учетом исторической молодости Республики Беларусь и уникального геополитического положения, конечно же на этом событии будет решаться очень многое и определяться вектор или векторы дальнейшего развития страны. Ну а табачная фабрика, в общем-то, известное очень предприятие и вклад коллектива в региональный валовый продукт очень весомый. Поэтому, безусловно, я думаю, что встреча должна будет носить интересный и, самое главное, конструктивный плодотворный характер. Встреча действительно носила плодотворный характер. После выступления Андрея Короля, который подчеркнул в своей речи значимость предстоящего общественно-политического события, работники фабрики буквально засыпали ректора университета вопросами. Многие из них касались социальной жизни гродницев. Одна из сотрудниц Гроднинской табачной фабрики Нема интересовалась развитием в нашем городе спортивной сферы, в частности, футбола. По ее словам, двум ее сыновьям, как и многим другим детям, просто негде заниматься, так как подходящего футбольного стадиона в Гродно нет. Вопрос Андрей Король посчитал актуальным и попросил ответить главу администрации Октябрьского района Гродно Анатолия Бубина. Тот, в свою очередь, заверил всех присутствующих, что в 2016 году в Калошском парке появится крытый стадион. Был и вопрос, касающийся принудительных сборов денежных средств от родителей в одной из школ города. Его взяли на заметку представители отдела образования Гродно. Не остались незамеченными и недостатки в организации движения общественного транспорта. Я живу на Ольшанке и мне очень тяжело доехать на работу, особенно в выходные дни, субботу и воскресенье. То есть смена начинается в 6.40. И я должна не только на фабрику зайти в это время, я должна быть уже готова. Автобуса нет в это время. С работы я также не могу доехать домой, потому что целый час нужно ждать. Ответ и на этот вопрос был дан тактично и четко. Вскоре на Ольшанку будет курсировать бесконтактный троллейбус. Также будет пересмотрено расписание автобусов в выходные дни. Обсуждались и насущные производственные проблемы. Мы смогли задать вопросы и производственные, которые непосредственно сегодня стоят перед нашим коллективом для дальнейшего развития нашего предприятия. Поэтому я от предприятия, от руководства фабрики хотел бы поблагодарить за такую возможность, за такую встречу доверенного лица короля Андрея Дмитриевича. Сегодня мы видим, что власть идет к людям, интересуется проблемой людей и отвечает смело на их вопросы. Это самое главное. Был и вопрос, в обсуждении которого участвовал генеральный директор фабрики Юрий Чернышов. С просьбой к Андрею Королю обратился Алексей из отдела маркетинга. Мужчина сетовал на то, что идею с табачными ларьками власти Гродненской области поддержали, чего не скажешь о чиновниках других областей республики. Так Алексей просит, чтобы вопросы рассмотрели на высшем уровне. Ведь создание ларьков – это не только новые рабочие места, но и дополнительная прибыль в бюджет. Встреча длилась более часа. За это время Андрей Король выслушал немало вопросов. На все сотрудники Гродненской табачной фабрики получили квалифицированные ответы, таким образом убедившись, что власти города, области и страны готовы всегда откликнуться и прийти на помощь. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова